Значит так, ситуация такая. Продолжение банкета, я считаю, я считаю, кто-то тоже должен это будет перезалить в любом случае. И из-за чего я задержался? Из-за того, что Утопия выпустил пост, он вписался, он говорит, бля, я пиздец сколько подавал, меня, блядь, говорит, настоебенило это хуя, я только за. Короче, и прикол заключается в том, что я начал с ним писаться по этому поводу. Типа, сказал спасибо большое, там тыры-пыры, спасибо огромное. Ну и, в общем, задержался. Распиздался так, что задержался очень сильно. Поэтому, если так посмотреть, типа, вот, у меня пост есть, репост Утопии, что он там думает по этому поводу. И я очень рад, что такой крупный человек тоже, типа, написал, что его, блядь, это не устраивает, соответственно, потому что я долдо не ладил. Один. Писал многим блогерам. Многие, бля, мне, типа, вообще впадлу, я это давно, блядь, выписывал. Я думаю, как вы, блядь, одного не понимаете? Вот одного. Чё толку, если ты выписывал, если не было какой-то общей темы всех медиек? Все медийки собираются и выписывают в конкретную один тэг, например. Какой нахуй смысл? Я писал два года назад. Чё дальше-то, блядь, что ты писал два года назад? Я не понимаю. Ты писал, это один, всем было похуй. Никто, никто не додумался объединиться всем вместе, кто, блядь, читает так же, и высрать так, чтобы, блядь, зазвенело в ушах. Нет, все чё-то, пук, я писал, пук, я там уже смирился, мне эта площадка не нужна, ясен хуйна и мне не нужна, очевидно. Но это ненормально то, что, например, мы тут держим странички, которые в итоге послетали с верификацией. Тут прикол-то в чём? Что есть пост, я же не говорю, типа, блядь, примкните ко мне, типа, я тут великий, целуй темные ноги, может, кто-то так реально воспринимает. Я говорю, напишите под этот тэг свою претензию огромную. У многих была претензия касательно того, какого хуйня охваты проёбываются. Грубо говоря, ты въёбываешь на эту площадку, даже если ты выполняешь огромные условия, въёбываются охваты. Что такое охваты? Это, соответственно, вот эти глазки несчастные, которые, если что, у тебя забирают. У пабликов забирают, у всех забирают. Угадайте, в пользу кого? Ну, у кого-то забирают, значит, кому-то нужно давать. Кому дают? Правильно, блогерам, которые являются партнёрами на какой-то финансовой основе. То есть, грубо говоря, у меня забрали, кому-то дали. А всем остальным, кто там сидит, чё-то пукает и говорят, блядь, а чё с охватами, ребята? Отвечают просто, снимай ВК-клипы. Здорово, круто. Давайте все будем снимать ВК-клипы, а чё, нет. Поэтому у меня главная задача, я хочу дописаться ещё многим медийкам, потому что многие слились просто-напросто. По причине того, да я как бы у меня, типа, это не основная площадка, мне как бы поебать. Я, конечно, не стал писать им в личку, блядь. Ребят, если тебе настолько поебать, то какого хуя у тебя пост последний за 2 мая? Я ещё понимаю людей, которые пишут, типа, да мне поебать, и я смотрю, у него пост последний был в 19-м году. Я думаю, ну и чё с него? Он реально ему поебать, он ничего не постил, ему по*** вообще. Как бы вот и всё. Не, вот это, 2 мая, типа, пост. Я думаю, ну окей, но это я образно, это не значит, что 2 мая там. Ну недавно, короче, в этом прикол. Я ей говорю, объясняю. Важно не то, что ты уже когда-то писал. Важно то, что мы сейчас поднимаем резонанс. Резонанс, который, если что, попрошу заметить, дошёл до офиса. Ать! Как вам такое? Он дошёл. Более того, ещё 2 человека из ВК поддержали эту хуя. Я не называю их имён, я не говорю, кто это, это у меня не, они не друзья у меня, если что, тут ВК, типа, потому что у меня есть Телеграм. Много кто поддержал, много кто указал, где у меня ошибки в посте. В плане, вот это была ошибка, что мне по*** на соцсеть. То есть, это была главная ошибка, и проблема заключается ещё и в этом. Нет, вы не знаете их имён, б***ь, ребят, это работники ВК, они там давно работают уже, и как бы то, что вы пишете, нет, вы их не знаете. Короче, и я ещё раз подытожу, то, что очень важно в том, что вы, к сожалению, сделали неправильно, и, возможно, мне даже за это стыдно, тем, что вы подбили лояльность, возможно, потенциальную лояльность блогеров, тем, что вы им личку всё засрали, комментарии все засрали. Так не должно быть. Ролик на Ютубе, там почти 500 кусков уже собрал, если чё. В итоге, многие негативно сразу высказались, б***ь, а на***я вы типа срёте везде, типа, ну тыры-пыры. Я пытался объяснить, я говорю, так вот мы срём, потому что, ну как бы, у тебя была, у меня была галочка два года назад, я уже смирился, я думаю, я уже писал, было ноль реакции. Вот, вы, люди, понимаете, про что я говорю? Человек писал у себя. Ясен х***, ты можешь писать у себя хоть 20 постов, но если ты не начал, б***ь, это всё как-то форсить, вирусить, бомбить, просить какой-то поддержки у блогеров, или ещё что-то, то ты считай, ничего не писал. Я говорю, сейчас есть повод, огромный, зрители, многие, не только мои, начали это писать, многие паблики, кстати, я читал по тегам, художники начали высказываться, но они высказывались на тему охватов, что их очень сильно душат, что они рисунки свои выкладывают, у них там тысяча подписчиков, а просмотров 50. Они говорят, хотя в ТГ я пощу на 50 нах*** своих подписчиков, у меня там просмотров больше, чем подписчиков, как это так? Хотя это телега, ну, найти эту телегу, это очень сложно, но все поддерживали, много кто поддерживал, и это, я, блядь, писал два года назад, ты сейчас напиши, ты сейчас напиши, есть повод, многие высказались, я, блядь, я не знаю, я Жене выписал в личку утопии, я говорю, Жень, пи***ь, респект, я говорю, в тот момент, когда, блядь, я нуждался в каком-то крупной, в какой-то крупной медийке, все сказали, ой, мне по***, мне что-то еще, я, к сожалению, столкнулся с реальностью, что вот инициатива ебёт инициатора, к сожалению, вот это реально факт по жизни, база, это надо знать прям, я эту инициативу проявил, и меня же она сейчас ебёт с тем, что многие, ой, да мне по***ть, да я, блядь, это, да я то, мужики, будьте проще, нужно посмотреть на это, как факт того, что это наша связь, тебе никто, если ты напишешь куда-то там в поддержку, тебе никто не ответит так, как ты думаешь, но подняв резонанс, влетев со всеми, собраться, блядь, и выписать под одним тегом, не важно, какая у вас претензия, вы можете написать, что это охваты, и подвязать это тем, что вам нужно на галочку въёбывать, а вы даже охватов не даёте мне, с какого хуя я должен это въёбывать, короче, объясняю русским языком, вот это хуя про галочку, это просто, как вам сказать, обёртка, под которую, некий тег, который форсится, вами, спасибо вам огромное, который форсится вами, под который ты можешь залететь, и доебать вообще любой вопрос, да, я сказал уже сразу, что я даю там ещё несколько, ну, сколько я написал в телеге, неделю, ну, там примерно неделя-полтора, если ответа и перемен никаких не будет, я сношу нахуй свою страницу, потому что в пиаду её тут держать, зачем, поэтому, как бы, я не буду её сейчас сносить, потому что пост написан, я не знаю, как там работает, вдруг он удалится, а как я, блядь, с блогерами свяжусь, всё нормально, вот надо вот этого, кстати, попросить, что тоже пост написать, понятно, что у ВК руководства сейчас в отпуске, и оно потом вернётся, оно вернётся, и оно должно охуеть, как минимум, но многие, я говорю, несколько человек выписали то, что они очень сильно переживают по этому поводу, и не хотят в это влетать, потому что будут какие-то проблемы, подвязав это, кстати, историю с платиной, многие считают, что типа там, я не уверен, что так оно есть, но несколько человек написали, что типа тот тоже пиздил, в итоге отчалил домой, а я же не знал, что он на ВК пиздил, он говорит, просто это может быть совпадение, но я не готов рискнуть, типа этим, я говорю, ну это пиздец, и вот так и получается, некоторые пишут, я не буду, потому что опасно, потому что это госка, но она госка, это ВК, это госка, а вторые пишут, ой, я давно писал, ни к чему это не привело, да ты попытайся, ебаный в рот, тебе что сложно, ну напиши ты пост под этот тег, причем не надо использовать какой-то телеграм, как сделал я, для того, чтобы разогнать это все, я уже, блядь, с вами разогнал, нужно просто вписаться, напиши еще раз про эту галочку, что-нибудь санкции будут от ВК, и что они мне сделали, ну что, млядь, рекламы у меня не будет, ну да, я типа заведомо смирился с тем, что не будет у меня рекламы, ну ничего, и многие говорят, ничего не меняется, это давно уже было, да, блядь, это было давно, это уже не, это не в январе это придумалось, раньше было один пост, но не было сторисов, и ты один пост в год высрал, и все, типа все, твоя страничка живая, сиди с галочкой, надо было тогда это ху... Моя ошибка в том, что я делал это поздно, я делаю это поздно, поэтому из-за этого многие не вписываются, многие расстроились и разочаровываются, понимаете, Савергон сказал, напишет, ребята еще, я правда не знаю, там рэперы какие-то согласились, хотя это им прям в минус идет, если рэпер какой-то напишет, что-то, ну очевидно, он же постится на этой площадке, то есть, его слушают на этой площадке, поэтому вам отдельный респект, музыкантам просто респект отдельный, за то, что вы, рискнули этим, я говорю, если у меня получится дописаться до Бэткомедиана или Купленова, и вдруг они такие, типа, пук, ой, бля, ну все лягут просто, это же гиганты, это же гиганты, которые, ну, возможно, им тоже поедут на ВК, но, как я знаю, Бэткомедиан высказывался два года назад, чекал, что Валерия ответили, да, что, типа, крутой движ, и что передадут руководству, которое сейчас в отъезде, поэтому это дошло куда надо, но не до верхушек, маловато, короче, для того, чтобы ответик какой-то был, да, может быть у кого-то контракт с ВК, я не знаю, им нельзя это писать, типа, в этом прикол, то есть, тут важно понять, что многие тоже еще отказываются, заворачивая это в то, что они уже давно писали, им это не интересно, по причине того, что ребята до сих пор сотрудничают с этой площадки, а дают денег они ебать как много, поняли, отказаться от миллионов, ну, это надо, ну, пи***ц ебутым быть, я вот, ну, я пошел на это, типа, че мне, ложки я писал, ложки сказал, я, типа, уже с руководством разговаривал на эту тему, ну, как бы, меня, говорит, нету, да ебут в галочке, мне на нее ху** положить, он говорит, у меня есть да ебут за охваты, то есть, он говорит, но я уже с ними разговаривал, я говорю, окей, если ты разговаривал, спасибо большое, этого достаточно все, хотя я думаю, ну, в чем смысл, я говорю, типа, влететь, но он такой, кроме у меня претензий ноль, типа, я вам так скажу, у меня больше претензий к тем, что, нахуй я это, я уже писал, ничего это, блядь, не принесет, вот такую пасту, я думаю, бля, ребят, ну, типа, пи**ец, причем начали писать ребята, у которых уже галочки, они, короче, они, с галочками посмотрели условия, такие, это что за пи**ец, типа, и люди с галочками начали писать, там, какая-то девочка тоже написала, какого ху**а, типа, вообще, что происходит, там, там, по кс-ке, ну, мне, мне, мне приятно, на самом деле, что я получаю отзыв, многие художники начали писать, многие паблики, какой-то, там какой-то есть паблик, еще тоже выписал, но он, правда, политический, и он, типа, там, за наших, ну, такой, типа, поняли, паблик, но он тоже там выписал под этот тег, говорит, блядь, это пи**ец, вы тут душите, надо жопу рвать, чтобы что, чтобы просмотры появились, типа, а где просмотры, у пабликов вообще отдельный вопрос, потому что многие паблики написали, что-то, у пабликов многие вопросы на тему того, что Немезиду, блядь, отключили, для тех, кто не знает, что такое Немезида, Немезида вконтакте была, это такая хуйня, которая раньше тебе проверяла валидность твоего поста, на то, что ты его не спиздил, как только Немезида убрали, остались баны за спизданный контент, поняли, в чем прикол, грубо говоря, если ты берешь чужой, чужую картинку, она уже имеет под собой право на публикации в другом месте, и ты должен спрашивать разрешение, блядь, на это, они ее добавили для того, чтобы никто контент не пиздил, я вообще считаю, что это сюрый откат в пещерное время какое-то, в общем, ее сейчас убрали, Прометей пропал тоже, если что, Прометей это был такой алгоритм ВК, который позволял тебе из-за того, что ты очень сильно активно паблик ввел, он тебя бустил в рекомендации, и народ типа, ну такой, вау, крутая тема, прикольно, оно мотивировало тебя ебать, рисунки там рисовать, еще что-то, ты попадал в Прометей, и тебе помогал ВК, сейчас убрали Немезиду, убрали Прометей, и паблики сидят в говне, зато тех, кого, блядь, ВК купил эксклюзивно, если что, если вы думаете, там, напи***ть на тех, кого ВК купил, здесь вопросов ноль, речь идет о миллионах, речь идет о миллионах белого дохода, белого, на блогера, который продался ВК, я ни слова негативного сказать не могу, я бы, возможно, и сам так сделал, если бы, мне было не лень, или еще что-то, понимаете, в чем прикол, но каким образом они дают трафик этим блогерам, это немножко другое, они забирают у остальных блогеров, это трафик, у пабликов, вы заходите, блядь, в ВК, вы можете проверить, прямо сейчас зайти в ВК с Safari, там, или еще что-то, не с приложения, с Safari, просто начните скроллить ленту рекомендаций, три поста рекламы подряд, это что за хуя вообще, причем, блядь, вылазят блогеры, которые ты не подписан, ничего, просто лезут тебе, своими, блядь, кривляниями, обмотался туалетной бумагой челлендж, креативчик воб, потом уже где-то в жопе у тебя, может быть, твоя подписка раз вылезет, нету просмотров у пабликов, вообще никак, у музыкантов нет просмотров, никак тебя это не пушит, но если ты, тобой заинтересовалось ВК, 5 миллионов тебе даю, иди к нам, 10 даю, иди к нам, как тебе такое, суммы пи***ц, это даже не казино, я б, наверное, сам бы пошел на это, но проблема в том, что страдают сообщества, а теперь они еще этим сообществом, которые были с галочками, которые страницам этим, которые были с галочками, и еще вам въебают, что вы тут посты ху**или, поэтому я и говорю, вы можете использовать этот тег, и писать свои причины, у многих огромный вопрос по охватам, почему так, это несправедливо, площадка сама себя хоронит, высказался, короче, Заквель, тоже, высказался, Утопия Шоу, высказался, многие ребята, я вот правда забыл, про музыканты, рэперы, высказались, высказались кто-то еще, бля, вот думаю, Брайана попросить еще как-то, может быть, связаться с ним, в общем, вот, пятерка сказал, я сейчас, бля, на рыбалке, нахуй, или где-то на даче, но я обязательно напишу пост, я говорю, окей, ДК сказал, ему, нахуй не надо, типа, он уже писал, бля, бла, 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 и все дела, короче, но я ДК тоже понимаю, что он, типа, там пять постов писал про эту хуйню, никто, бля, не, это самое, не хавал, ну, типа, никто не вписывался, я говорю, Дань, типа, я понимаю, что там, как у тебя тыры-пыры, и что ты мне писал в телегу, я тоже понимаю, я сказал, у меня претензий ноль, у меня также по-прежнему претензий ноль, но я еще раз говорю, то, что ты раньше писал, и сейчас можешь, типа, написать сюда под этот тег, это немножко разные вещи, грубо говоря, здесь сейчас народ, бля, сам негодует, и сам выписывает посты, то, что ты один написал, никого не подговорив, никого не просив, это не то же самое, то, что вы год или два назад высказывались, это не то же самое, пусть мне прилетит по шапке, пусть меня, бля, забанят нахуй, лишат дохода, я на себя, бля, возьму это все, выскажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу вот этой системы, да, я тоже не пользуюсь этой социальной сетью, я, бля, вот пять дней сейчас сижу, только потому, что я этот пост накидал, мониторю, кто что высказывает, ебать как интересно читать, если честно, очень интересно, возьмите просто какашку, тоже закиньте туда, кто что не нравится, продублируйте пост, который вы писали два года назад, только под этим тегом, все, в общем-то вот, и спасибо всем людям, чат, вам в данном случае, за то, что вы форсите, единственное, что прям медийком не засирайте, либо конструктивно как-то пишите, спасибо за то, что на ютубе ролик форсите, там 500к уже, урофлся, многие начали писать, тебя же вы, вот, все делают как, нанимают человека, он им постит, алло, а завтра тебя просят нахуй сосать, к офису приехать, вот так вот, за галочку раз в месяц, мне что, проститутку нанимать вместо себя, а остальные будут сами хуй в рот брать, и реально такие люди пишут, говорит, многие подстраиваются, адаптируются под эти правила, и ты тоже, у тебя есть деньги нанять человека, есть, я не обязан, блять, его нанимать нахуй, я не обязан здесь контент делать, для того, чтобы доказать, что моя страница, это проверенная страница, хотите, чтобы я сюда что-то постил, нагоняйте трафика, дайте блогерам, художникам, и всем остальным людям, моделям, фотографам, дайте развиваться, дайте трафика им, а не покупайте нахуй, за 10 миллионов, какого-то тиктокера, я сейчас не про луноком говорю, они ж, много тиктокеров скупают, они ж купили это, это оп, ес, 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 сюда его купили нахуй, вы, вы, вдумайтесь, сколько денег ушло на него, хотя можно было эти бабки, завирусить где-нибудь другое место, кто-нибудь придет туда и скажет, бля, ребята, где деньги, а они такие, бля, ну все на блогеров ушло, денег нет, поэтому нету здесь трафика, понимаете, а покупают какого-то типа, они ему это трафло и дают, но только на наших страничках, и на наших сообществах, я буду пушить каждый день, я каждый день буду начинать свой стрим, бля, с этой истории, все, на этом, я надеюсь, перезальют, опять там соберутся, не надо, бля, срать на твиче, нахуй, этой, вк, это, совкалывай закалку, это надо тут нахуй писать, это надо не репостить, репосты это говно, надо сделать такой же пост, и в конце написать, ну не в плане один в один, а что вы думаете по этому поводу, и вот эти вот теги вставить, все, репост это говно, он нигде не пушится вообще, кто там что репостнул, если тут не пушится, бля, кто что написал, то как запушится то, что ты что-то репостнул, ну в общем-то вот, все, я все, на сегодня, ну на сегодня пока что, не следят за пабликами, Даже на свой нельзя удалить Все, если чё, типа кто там пошёл спамить В официальные паблики ВК, типа Вкалывай загалку, вас там всех нахуй перебанили Причина спам Вас там нахуй перебанили всех Смысла туда нету пердеть Смысл в том, чтобы зафорсить этот текст Своими страничками так, чтобы Блять, это пробилось через алгоритм И начало вылезать тем, кто тут сидит Понимаете? Когда массовость такая будет Когда вы увидите, что тег пиздец как расфорсился Не в комментариях, это очень важно Потому что, если что, когда вы нажимаете вот здесь Вот на тег Здесь вылазят посты Посты здесь вылазят Истории здесь вылазят, тоже ребятам спасибо Здесь не вылазят комментарии Поэтому смысл, что вы их написали Нету в этом, есть смысл написать пост И вот высказаться, как, например Девочка тут, или мальчик, я не знаю И каждый свой текст пишет Не открыто хуй посить А конкретно конструктив Че не устраивает? Ну напишите И все Причем этот тег уже начал сам просмотра собирать Если что То есть любой, кто пишет пост Уже просмотра собирает Ой-ой-ой-ой-ой Ебать, ты тут постяру нахуел Тема с галочкой принта Наконец-то от этого Ну пора Блять, нет Или сами почитают Про агентство написал? Бля Ебать, хорошо, конечно Пошла жара! Почитайте у меня на странице, пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok